Ну что ж, ребят, еще раз всем привет! Premier League, Dignitas против Empire, первая игра. Поехали! Банят у нас на первой стадии Бэтрайдера, в ответ банится Darkseer, ну точнее наоборот, Darkseer, потом Бэтрайдер и сейчас очередь бана Dignitas. Если кто вдруг не помнит, кто такие Dignitas, это PotomBotom. Ну, собственно, этих ребят все должны помнить, просто может кто-то среди, не знаю, там, бессонных ночей работы и так далее, не следил за последними новостями, PotomBotom, ну это уже на самом деле не особо-то уже последние новости, теперь уже Dignitas, именуются как Dignitas. В бан у нас улетает Нага, ну это персонаж, которого очень часто пикают Empire, они его любят, но пикают они его, так, сейчас погодите, посмотрим, пинг. И что мы видим, что этот сервер более приятен для Dignitas, у них тут 100 с лихом пинг, а у Empire, то вот у скандала вообще 230, у скандала как у меня пинг, слушайте, у меня такое ощущение, что он где-то рядом живет. Хмм, хмм, вот, а у остальных пинг, ну в принципе, ну вот у Габлака тоже не особо хороший пинг, 178, 176, ну это еще, хотя 178, вообще все, любой пинг, который зашкаливает за 150, я считаю, это вообще борода, особенно для профессиональной игры, ну а 178 под эту бороду как раз-таки подходит. Ну, в любом случае, следующий сервер должен быть, значит, более приятен для Empire, так что нормально. Банят бруду Empire и слово за Dignitas, Undying, First Pick Undying, ну про этого персонажа можно сказать, ровным счетом, одно и то же, что я говорю, стрим и стрим, захватит преимущество, перевернуть будет очень сложно, поэтому нужно играть чем-то таким вот тоже агрессивным, не терпеть, а именно отвечать агрессией на агрессию, иначе потом будет очень сложно что-либо делать. Temple of Assassin и Jakira, ну вот, как бы, два таких активных персонажа, что будет дальше, увидим. Что пойдет? Вообще, Виспарь есть, Тинни есть, то есть можно спокойно комбинацию Висп Тинни, Висп Каос Найт, дофига чего есть, Витайда не забанили, Энигму не забанили, ну на первой стадии. На самом деле сейчас очень сложно вообще что-либо забанить, то есть ты либо банишь Дарксира, либо банишь там еще кого-то другого персонажа, тогда остается Дарксир, не банишь Бэтрайдера, банишь кого-то другого, ну соответственно Бэтрайдера отдавать тоже не Камильфо, поэтому сейчас вот эти вот два бана, которые сделали, они на самом деле приносят так, возможно, дают возможность командам, либо играть по страте какой-то, да, пикнув трех персонажей основных, а потом на второй стадии добрах двух недостающих, либо просто набрать кучу имба персонажей, которые на данный момент имба персонажи, и шпилить ими. Забирают Вина Мансара и забирают Каос Найта. Вот так. Ну Эмпайр, им не хватает еще одного саппорта, ну может пикнут того же Виспа, наверное думают брать, не брать, брать, не брать. Если возьмут сейчас Виспа, то на второй стадии 100% будут в бане персонажи, которым, ну там Тинни, не знаю, что там еще под Виспа можно взять. Да, все-таки взяли Виспа, прям тут. Ну, беда, наверное, знаете, в том, что вот Дигнитос пикнули Каос Найта, который хорошо подходит под Виспа, и теперь на второй стадии, то есть персонажей, которые хорошо подходят под Виспа, на самом деле не так уж и много, которые реально такую прям плотненькую, плотная комбо такое составляет. И сейчас вот в Дигнитос просто банят всяких Тинни, может быть даже Драгон Найта, как вариант, еще какие-то там персонажи, какие там еще, Рикимару, ну не знаю, Рикимару, конечно, такое. Тоже неплохо, но черт его знает, забанят или не забанят. Увидим. В любом случае, Дигнитос-то знает, что нужно банить. А, да, я еще название трансляции не изменил. Обновить. Хорошо. Так, а, ну вот, Свен тоже, да, кстати, с недавних времен более-менее стал моден банят Тинни, банят Свена, Квина в бане от Империи. Ага, Дестройер. Ну, вообще, этот персонаж, как по мне, ну, не знаю, короче, насколько он, типа, страшен, насколько стоит его банить, но, судя по всему, все-таки стоит, раз они его банят. Ну, а что бы тут была за комбинация, ну, ладно, ладно, не будем аналитику разводить, вообще пикали Дестройера уже и не раз, один раз он был тотально бесполезен, другой раз он был мега, ну, то есть он стоял против СФ, грубо говоря, один на один, никто не вмешивался в файты, и, как бы, естественно, Дестройер один на один СФ насилует, и тем самым именно то и произошло. Там еще Умни-Найт немного приходил, помогал, но суть в том, что Дестройер и Безумни-Найт исправляется, СФ уничтожает просто под корень, поэтому тут нельзя рассуждать, хороший или Дестройер герой, или плохой. Джиггернаута забанили. Да, все, вот, просто все, чем можно было играть, забанили. Остался какой-то, там, захудалый Рикимару, и, может быть, что-то еще, о чем я не знаю, потому что Эмпайр, пика Виспа, они должны были понимать. Каос-Найт уже у Дигни-Дос. Тинни они 100% забанят, Джиггернаут тоже 100% бан, а, ну, Свен, может быть, они планировали пикнуть Свена, но, видите, его забанили. А что еще можно пикнуть, мне в голову не приходит, может, что есть какой-то персонаж, я про него просто забыл. Инвокера банят Эмпайр, и вот Дигни-Дос думают, что им пикать. Вполне возможно, что Эмпайр тоже прогадали их стратегию, забанили то, что хотелось пикнуть. То есть Дисраптор забирает. Слово за габлаком. Виндранер. Виндранер. И кто-то вылетает. Кто-то из Дигни-Дос. Посмотрел на пик, подумал, тап, не, все, я левая. Я левая. Ну, сейчас Дигни-Дос допикают, на миде пока не ясно, что будет. Вот сейчас вот этот ластпик покажет, будут ли дабл-лайны, да, потому что Undying с Веноманцером легко могут пойти даблой, так же, как и Каос Найт с Дисраптором. И вот, по ходу, именно так и будет. Две даблы и какой-то вот соло-мид. То ли Дисраптор соло-мид, то ли Рубик соло-мид. Кстати, может быть Дисраптор, мы вот как-то видели, да и не раз видели Дисраптора соло-мид на самом-то деле. Ну, посмотрим, короче, будет видно сейчас. Ну, короче, скорее всего, именно как раз будет две даблы и один соло. А какие будут линии, там, кто топ, кто мид и кто на хард идет, не ясно. А вот у Эмпайр, а вот у Эмпайр, кого брать под виспа? Призадумались, ребята, призадумались. Кого-то надо брать, но кого? Рикимару довольно опасно, там слишком много каст у врага. Он может попросту в замесе вообще ничего не сделать. Если они там... Ну, опять же, Рикимару... Можно Баланара, кстати, взять. Я так подумал, подумал. Пуч, точно, слушайте, я про Пуча забыл. Это же вообще реально круто. Они еще вр-ку взяли, то есть у них всяких там дизейблов еще довольно-таки немало. Айс Пэт плюс Шейкл Шот вообще шикарно. То есть, по сути, пик такой получился вполне неплохой. Ну, конечно, такой, знаете, лейт не особо сильный, только Темпларка что-то смогет. Ну, а там Каос Найт. То есть, по сути, это тоже не самый сильный кэрри, да, не что-то там типа антимага, мега страшное или спектры. Так что, вполне-вполне сносно. В плане лейта и там, и там примерно одно и то же. Блаба у нас будет показывать Чудо Доту на Пудже. Silent Windrunner, Скандал, Темплар Ассасин, Висп, Фаник и Габлак Джакира. Ауи 2000, который Каос Найт, Виномансер, White to Sexy. Подождите, извиняюсь, нужно усесться поудобней. Что-то я не знаю, не могу. Вот, вот так вот нормич. Standing 2 на Undying, сейчас мы посмотрим, кто это, что это он так, Steam Profile, что это он так подписался. Думает, мы его не спалим? Ну да, ну да. 14.37, один из его никнеймов. Есть у меня подозрение, что это именно он. Ну, кто его знает. Может, это и не он. Потому что там что-то много всяких разных никнеймов. И тут 14.37, один из них. Так, Tides of Time, Disruptor. И кого-то я забыл. А, и Foget, капитан команды. True Zodrot на Рубике. Так, секунда стана. Ну, тут, конечно, убить не получится. Все нормально. Хасту нашел. Вот, если бы хасты не было, было бы довольно-таки... Нет, все равно бы не убили вдвоем. Там все равно под Вендраном ушел бы. Тем более, секунда стана. Так, крипстаты на боковую панель. И смотрим, как тут все будет разворачиваться на лайнах. Silent будет... Ну, примерно то же самое делать, что обычно делают в Эрке. Я лично первый раз это увидел у Фаника. Он таким промышлял. Вот так вот ходит. Просто пилит, пилит, пилит. Ancient of... А что? Ну, если здесь крипы отпушат, а они по-любому там через 2, через 3, через 4 минуты, они по-любому отпушатся. Какую-никакую копейку XP он получит. А пока нет этой XP, можно здесь ее пополучать. Не стоять же с Тауром в обнимку, как вот в былые времена. Потому что раньше, если посмотреть так месяца 2-3 назад, как играли на ВРке, стояли просто в обнимку с Тауром, либо пытались что-то в лесу там, либо высовывались и умирали. Это самое лучшее, что на самом деле можно придумать. Сейчас он вот этого крипа убьет, получит XP, золотишко. И при этом ничем не рискует. Очень и очень круто. Так, ну первую строчку держит Chaos Knight. Тут небольшая агрессия. Ну все-таки тут их табла, там трипла. Пуджу, конечно, неприятно будет хукать. Эти всякие зомбари, куча... Куча-куча всего неприятного будет рядом ползать. И поэтому сложно будет попасть хуком. Балава, я думаю, что-нибудь придумает. ДТУ в УРке. Норм такая руна. Как раз вот эншентов в два раза быстрее будет убивать. Пусть недолго, но все же. Вот это, конечно, не очень хорошо. То, что Chaos Knight вот так вот фармит. Но у Пуджа... У Пуджа, у Пуджа... У Пуджа поменьше кс. Ему там вообще никто не мешает. Если здесь вот хоть какой-никакой напряг есть, то там просто свобода фарма. И Chaos Knight будет фармить ровно столько, сколько он посчитает нужным. А именно, наверное, что-то типа ПТ барабанов, стики и пошел в бой. А дальше как пойдет. Или Армлет, или БКБ. Скандала. Восемь крипов здесь. Восемь крипов. Как ни странно, Рубик... Вот я говорю, задрот. Задрот. Он умудряется иметь такой же крипстат, как у Темпларки. А это на самом деле дорогого стоит. Ба-бах. Ага, будет Путыль. Так, здесь отводы. Рубику нормально так прижгло. Боится теперь подходить. А Silent... По-прежнему тут развлекается с Эншентами. Блава пока не может... Не может никого зацепить хуком. Опа! Выцепил! Хорошо! Ставится сразу же Тамбас. Заморозили. Но тут опасно. Вот видите, да? С этими зомбарями. Казалось бы, их трое. Но вы посмотрите, что эти зомбари... Что эти зомбари вытворяют? Боже ты мой! Сейчас отъедет же зомби Дикейм. Убивает, делает Ферстблат. Обалдеть. Вот это да. И Пуч тут, кстати, если тоже полезет, может отъехать. Посмотрите, сколько силушки-то наворовал. Хорошо вытягивает вина Мансера. Ну нормально. Причем, кстати, на миде здесь еще скандал. Разобрался с Рубиком. Вот так вот Фоджет вроде крепился довольно неплохо. А момент упустил. И Темпларка теперь впереди. Хорош. Скандал. Не упустил своего удобного случая. И счет становится 1-2. Лишь Ферстблат получилось сорвать. А дальше игра складывается для Дигнита с не лучшим образом. Эмпайр впереди. Экономику можно глянуть. По экономике... Ну, там, да. Тут еще смотреть пока не на что. Рановато. Вот он. Вернуть может. Понимаете, да? То есть сейчас Кейлс Найт сюда подходит. Такой, здравствуйте. Так. 2 секунды стана. В барьере. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это криво. Конечно, Тайдес оф Тайм сейчас сделал. Но все равно. Вот при всем том, что все было заюзано довольно криво. Ну, как минимум одна обилка была криво заюзана. Все равно убивает Верку. Поэтому лучше вот, знаете, не рисковать. Стоять вот тут под Тауэром. Ждать пока крипы вот сюда дойдут. И уж фармить Эншентов. Вот видите, к чему приводят вот это вот... Вот эти вылазки. Они того не стоят. Он сейчас Кейлс Найта, который без того отфижен. Ну, не отфижен, а стоит на тотальном фрифарме. Ему еще денежку и экспу подарили. Вот. Например, Фаник, я уверен, он бы хрен вылез. И вряд ли бы там умер. Вот так вот. Поэтому излишне вот это вот рисковать. Нафиг оно надо. Так. Замедляет Фоджета по максимуму. Но маны у него нет на рефракшн. И, соответственно, далеко он не уйдет. Сейчас руна боится. Посмотрим, кто законтролит. Сайлент, наверное, сейчас начнет двигаться в сторону руны. Она появляется. Ох, ты скандал какой пертый. Так, ставится Томба. Начинается тут кое-какая агрессия на Дикей маны. Нет. Если только не зарядят ему стики. Боже, как же замедляется тут каблак. Просто ужас. Еле-еле шагает. Веноманцер тут еще весь побитый. Скандал с хостой. Подключается к файту. Но тут подошел же Кэлс Найтман. И у него ни хрена нет. Сразу начинает фокусить этого противного. Ауи. Хорошо. Убивает Веноманцер. Но тут хоста. Так что Веном ничего здесь не сделает. Просто отъезжает. Делает даблкил. И еще зомбаря нужно забрать. Габлака бы еще засейвить. Было бы совсем шикарно. Дикей есть. Связается дикей. Обалдеть. Умирают двое. Да что ты будешь делать? Даблкил. А там дайинга. Вот это прикол. Отхиливается парень. Замедлили трапами. Тычку с милда. На родной. Получай. Все для тебя. Хорошо. 4-5. Эмпайр впереди. Довольно таки. Я вообще не ожидал. Что еще Путш отъедет. Путш хукнул на свою голову. И в итоге получил дикейами по голове. Так бы там скорее всего дикей получил. Ну если бы Путш отошел. Дикей бы получил Джакира. А он попытался его спасти. Сам отъехал. Джакира отъехал. Все отъехали. Вот такой вот зомбарь. Казалось бы вроде добить его совсем чуть-чуть. А он еще сам может. Нахреначить мама не горюй. Так. Сайлент. Ребята. Ребята. Простите. Простите. Я больше не буду. Ну. Тут как бы да. Такого не прощают. Дигнитас. Нечего. Ультимейт появился у Дисраптора. И сразу его реализовали. Так. Габлак встретил. Встретил. Суппорта. Встреча двух суппортов. Здесь тоже тапок. Солото. Семь сотен. Здесь тапок стики. Вот сейчас наверное самое время посмотреть на экономику. Ну и как мы видим да. Такая. Такие вот горочки. То одни. То вторые. Стабильности нет. Счет 5-5. Ровная игра. Так сказать. С переменным успехом. То одни. То другие ведут. Но в любом случае таких вот прям конкретно жестких цифр нет. Сайлент здесь конечно сейчас просто 190 маны в никуда. Пауэршот. Шейкл. Хорош. Центричник сейчас поставят. Да. Хотят развардить. Красава. Прям вот вард только-только появился. Его сразу поломали. Лишили вижена. 43 крипа. Первую строчку держит. Каоснайт 2-1. У него статистика. Ну это два раза. Вот вэрочка отъехала. Так. Начиная от ондаинга. Но в этот раз уже есть. Ах. Хуком. Хорошо прям. Четко. И смотрите сколько зомбарей. Бегут. 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 Паразиты. Ой. Тут стан на сколько? На 3 секунды. Хуком вытягивают. Хорошо. Каоснайт подстрял. Отъезжает. И этот скандал. Все с трапами замедлил. А. Он уже замедлил. Веномансара. Веномгель. Тут еще сзади ребята притепешились. Фоджет пришел. Забирает пуджа. Поддамаживает Рубика. Но нечем тут его убить. Да. Очень конечно жесткие тычки под рефракшеном. Благо. Выживает Висп. Кого тут встретили? Габлак. Встречает суппорта. Он не тратит ничего. Возвращает. Эдядядь. Но конечно выжить не получилось. Хорошо. Габлак тут все четко сделал. Ну пожалел что называется. Дисраптор ульту. Если бы не пожалел. Поставил бы ее. То Джакира бы не смогла раскоставать все что у него имеется. Так. Ну тут рефракшен. Тяжело будет убить. Рефракшен уже сбили практически. Нужно подзаморозить. Замедлил. Замороз. Не будет? Под конец оставит? Ух ты. Габлак какой. Хотел состилить. Веномансар. Заморозился. Блава тут если что засейвит. Либо попытается вытянуть. Но тут уже никого нет. Ребята видят. Пуджа. Понимает что можно нарваться на хук. 6.10. Эмпайр начинает более менее лидировать. Какое никакое преимущество появляется. Кэлс Найт. 7 сотен золота. Продолжает фармить. Транквилы. Как ни странно. Именно этот айтем решил себе купить. Ауи. Ну а кстати что бы нет. Вообще транквилы. Такой знаете шмот. Кому не купи. Вроде довольно неплохо смотрится. Боже. 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 Как ему больно. Шайклшот. Хорошо тут от Сайлента. Вовремя не отпустили. Возвращает обратно Темпларку. А закрыть? Что такое? А барьер в кулдауне. Все понятно. Ну и в итоге забрать то никого не получится. Томбу просто так поставили. С ней быстренько разбираются. И Пуч может беспрепятственно хукать. Спрятались под Тауэр. Но Эмпайр то знают. Что кто-то из Дигнитас здесь точно присутствует. Пропалили контору. Юзается хук. Хорошо. Зомбарь. Эх, ну тут рот не дамажит. Ну нормально. Разобрались. Тут баблак. Габлак рядом. Помог. Ну и вынуждены отступить. Фоджет. Помощи от него гораздо меньше, чем от Скандала. На Темпларке он уже просто перегангал всю карту. 6-0. 44 крипа. Все отлично. У него и крипов больше. И киллов больше. Всего больше. И ассистов больше. Ну вот собственно. Теперь еще один килл. Уже становится 7-0. Близится к Годлайку. Уже скандал. Имеет на 12-й минуте. Просто сумасшедшие айтемы. Скоро будет нереально остановить Темпларку. Кэлс Найт тем временем с фармом начинает проседать. Держит по прежнему первую строчку. Но это уже ненадолго. Вот уже. Уже пролетает. Ну и плюс ко всему у него 3 смерти. И всего 2 кила. Это очень плохая статистика для Кэлс Найта. Ой-ой-ой. Вытягивают. Парень здесь уже не жилец. Кто там ТП-шится? Зомбарь. Да. Зомбарь ставит. Томба. Боже как быстро. Зомбаря убивает. Зомбарь подпал под жесткий фокус. Отъезжает моментально. Кто следующий? Рубик. Фейтболт. Скандал забирает рефракшн. Крипы тут еще рядом. Ставится. Барьер. И пройти довольно сложно. По просто рефракшнам. Тут тычки. Ух какие жесткие. И вернули Виспаря. Цепляться-то не за что. Поставили ультимейт. Не дали ему зацепиться. Вытягивают. Рубика. Хорошо. Рубик минус. Что это было сейчас за эти три точки какие-то непонятные? Утпшился. Блава. Похилится. Арканы. Бутыль купил себе. Нормас. А Кейлс Найт. Как на него не взглянешь. У него кроме того что. Ничего не меняется кроме статистики. У него становится все больше и больше смертей. А в шмотки не прибавляется. И соответственно игра. Медленно но верно. Идет по наклонной. У этих ребят. Эмпайр. Я думаю такими темпами уже скоро. Пригребут еще пару товаров. Потому что сломали всего один. С таким то преимуществом. Столько файтов выиграть. И сломать всего один товар. Как то странно. Нужно сломать еще пару товаров. Убить Рошана с темпларкой. Это делается очень легко. И заканчивать игру. Это напомню сервер. На котором Эмпайр. Имеет больший пинг. Чем Дигнитос. И скорее всего следующая игра. Должна быть на сервере. У которого. Ну точнее на котором. У Эмпайр пинг будет. Меньше чем у Дигнитос. Наоборот. Боже. Оооо. Как же плохо. Спать криво. Я не знаю короче. У меня шея болит. Просто ужас. Невозможно. Увы. Увы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пару фидов Может все конечно кардинально измениться Мы не раз видели в нашей европейской доте Это не китайцы которые Ломают там 6 ТВРов у врага Все ТВРа внешние И потом там Имея солидное преимущество Они его еще больше увеличивают Чуть ли не в 2 раза Чтобы уже пойти чуть ли не райт кликом закончить И тем самым Ой 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 вытягивают здесь Дисраптора Отъезжает Пуджа отпускать не хотят Но тут не получается его зафокусить Зато получается убить Сайлента Сайлент минус Скандал под инвизом Смилда миссанула Ну боже ты мой Как же не повезло Габлак отъезжает Вытягивает здесь Блавак Элснайт 2 секунды стана Ну у него тут кулдаун Ультимейт повесили урну Если будет хороший хук Хук кулдаун еще 2 секунды Зомбарь нападает Боже минус 3 в общей сложности Ребята сделали Каким образом Ой цепляется тоже Ускоренный зомбарь Сейчас дикей будет Нет Не пошел Испугался А чего он испугался А испугались Потому что вот тут сзади Хорошо вытянули Ну на свою голову Вытянули Он настолько толстый Столько силы Сфоровал Боже мой 1700 хп Ни хрена Нет 1700 хп Парень арканы Имеет только Не отпускает здесь скандал Давай давай Фокусить самого толстого персонажа Не знаю насколько Это хорошая затея И он причем Вообще Не перестает быть толстым Все больше и больше Вытягивает силы Уже 1800 Ну вот благо Закончилось действие Стало поменьше хп Куча зомбарей Грызут здесь Боже Висп Ну никак Вытягивает И вообще хуком Все равно не спасает Обалдеть Какая жесткая игра Кэлс Найт Кулдаун У него Стан И вот Габлак смог уйти 12-21 Вот об этом я и говорил Что Эмпайр Ни в коем случае Не стоит расслабляться Эти Дигнитос Они Пертые такие ребята Могут Один раз Один раз Фортанет И все И там Будет опять Ровная игра И черт его знает Кто Втащит Вот этот парень Стабильно делает Для чего-то пул Ага Тут ему Нитали А что он там Ну вообще этот пул Конечно в любом случае Будет чем зафармить Клоны Пуджа коняют Сейчас Виспарь Прилетит с Пуджом Блава 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 Пошел на разборку В соло Конечно может В любую секунду Прилететь фаник Поэтому он наверное Так нагло Себя и ведет Тут что-то Габлак Опа Габлака Подцепили Зомбарь подходит Еще Кеос Найт Рядом Боже ты мой Всей толпой Просто Все в габлаках Все в габлаках Бей его Бей Ну по сути Ничего прям Такого-то они Не потратили То он бы Ульту То есть Ничего не было Потрачено Даже Веном Там ульту Свою Она в кулдауне Габлак Здесь подзагулял Конечно подзагулял Не знаю что он тут делал Но Не по адресу Зашел Так Скандал Близится к БКБ Как можно скорее Надо его уже покупать Вот эти противные Обилки Всякие Веноман Сарагели И прочее дерьмо Очень сильно Мешает Так Блаву Не собирается Судя по всему Отпускать Ставится Хороший Ультимейт Габлак Отхищает Пол хп Блава Как не бывало Пошел Кеос Найт Прям по тауэр Виспаря Вытягивает А я на базу А на базу то Лолд Я не понял Что такое вообще Что он вообще написал Ничего не понял Короче что он написал Ладно Сделаю вид что Ну наверное не мне Как минимум Так ульта есть Да ульта есть Только вопрос Куда лететь Можно на топ Хорошо Шейклшот От Салента Шикарный И тут конечно Без труда Разбираются С Кеос Найтом Висп Киданул Пуджа Ой Киданул Пуджа Сейчас же вернет А нет В кулдауне Все норм Все норм Подстава такая От фаника У кого то тут Барабаны Судя по всему Что это такое А это от Баклера Вол Не понял А у кого Баклер тогда Что это было Вообще Или это Клэп был Баклит Слэм Короче Что за говнище Вокруг Фуджа Было А все Понял Вот Наверное Типа ВРка была С этим Спаклером Думаю Так и есть Но это Если честно Не особо важно Под смолками Сейчас Дигнитос Могут Совершить Довольно таки Неприятный Мув Но К счастью Для Эмпайр Все находятся В безопасном Расстоянии От вражины Вот так вот Мы чекнем Экономику 7500 У Эмпайр Преимущество По золоту И 7500 По экспе Графики ведут себя Примерно одинаково И графики ведут себя Примерно одинаково В том случае Если мало ТВРов сломано Или если сломано Одинаковое количество ТВРов Потому что Ну на экономику И на экспу Графики Да влияет только Вот эта статистика Килы Немного Крипы Крипов Судя по всему Одинаково Да тут И там и там Примерно одно и то же Количество убито Килы Видим тут Чуть больше У Эмпайр Ну не чуть больше Такое приличное Преимущество Плюс 2 Таура Сломали 7500 Именно за счет этого Но это не Какое то там Сверх преимущество Которое Можно Реализовать В крутые шмотки И пойти там Рейдкликом Выиграть Тут еще Придется попотеть Что там Темпларка Где гуляет БКБ Походу Доделал Сейчас принесет Так БКБ Закидал Кучу трапов Балава ждет Заблудшую душу Он тут Никого не поймает И как то Вот игра Превратилась Что то Что то Такое Некое подобие Китайской доты И мы не пойдем И эти не хотят Ждут друг от друга Каких то действий Но обе команды Если будут ждать Друг от друга Каких то действий Это так Знаете Далеко не уедешь И вот Эмпайр решили Что Самое время Пойти убить Рошана На самом деле Они правы Прям вот все четко Тут даже Дигнитос Просто тупо Прийти не успеет При желании Под Аегис Нет слота Вот именно Таким вот образом ПГГ Ворует Аегисы Пока Щелкают Одним местом Игроки ПГГ Приходит И забирает Свое Поэтому Не знаю Что стоять Что смотреть Освободи слот Ты же понимаешь Что у тебя могут Своровать Этот Аегис Всякое Абдоте Бывает Но зато Без таких Моментов Было бы Меньше Интерес Мувиков Так Так Ну теперь Естественно С Аегисом Эмпайр Осмелели Ого Сколько тут денег О боже Сколько здесь денег Халява Как они быстро Пригребли Халявное золото Вдвойне Приятнее фармить И тут Кстати Отводы Есть Вообще Зашибись Опа Бабло Скандал Так Ни много Ни мало Но наверное Сотни Четыре Точно Срубил Если не больше Готовится Нападение Эх Хуком Не зацепило А этого пацана Судя по всему Не испугать Вообще Ничем То ли он Хук Не заметил Что маловероятно То ли ему Тупо пофигу Байбэка Ну байбэк Вряд ли будет Если он сделает Только килл Перед смертью То байбэк Будет Куда 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 Улетели Эти А Пофармить Пофармить Заодно Подефить Нельзя отдавать Того рам Это Вот Китайцы Как играют Китайцы Играют По следующей тактике Ладно Потом Вернемся К китайцам Тут что-то Ой Хороший Колшот Но К сожалению Тиммейты Далековато Нет Этим Шейкл Шотом Не воспользовались Обыдно Хороший Шейкл Шотом На дороге Не валяются Ну Самое время Вернуться к китайцам Прям Игра Так и просит Что делают Китайцы Почему их Дота Гораздо Стабильнее Гораздо Так сказать Ну Больше похоже на Профессионально Реально профессионально И наша дота Больше похоже на Что-то Типа шоу Какого-то Что-ли В основном Ребята играют Больше на публику Что-ли Нежели На победу Китайские Дотеры Бы сейчас На месте Эмпайр Вот они бы Еще попытались Сломать пару ТВРов Каким-то образом Либо Забили бы Даже на эти ТВРа Потому что Сами Они не потеряли Ни одного И вот эти Все свои ТВРа Они будут Дефить до последнего Если бы это были Китайцы И параллельно Фармили То есть У них уже есть Преимущество Они это преимущество Будут просто удерживать И стараться Увеличивать Не отдавая Врагу ТВРа И когда уже Почувствуют Что у них Айтемов Гораздо больше А Дигнитос Естественно Сейчас В проигрышном Положении Они боятся Они будут Меньше подставляться В отличии от Эмпайр Эмпайр могут Гораздо Свободнее Фармить Увеличат Своя преимущество И выигрывают Так делают Практически Все китайские Команды Они Получают Какое-то Начальное преимущество И потом На протяжении Всей игры Стараются Его удерживать ТВРа Отдавать Это вообще Прям Если отдают Тауэр То в обмен На что-то В обмен Там на 2 Тауэра Или на Рошана И Тауэр Или что-то еще Может на линии Вообще ТВРа Ну импайр Сейчас действует Примерно Примерно Вот в том же Стиле С виспом Вот они Телепортятся Дефит Тауэр Обратно И правильно Делают Делается Еще один Отвод Так Фоджет Пол хп С одного Удара Еще буквально Один хит Хороший Шейкл Шот От Сайлента Нужно убивать Виномансера Эх Виномансера Зацепить Нечем Фаник Его просто С руки Расстреливает Обалдеть Под оверчерджем Здесь вешается Ультимейт От дисраптора Не очень приятно Пофигу Вот этому парню Пофигу Потому что Аегис скоро Выпадет И он желает Его профукать Да хорошо Аегис Теряет Взяет БКБ Сразу Блинкаут Из этой Гущей событий Потеряли Пуджа Потеряли Джакира На самом деле Не особо хорошо Получилось Разменяться Плюс еще Поэтому не страшно Но вот Как то вот Довольно таки Странно получилось Как так Если честно Даже не понял Такой хороший Шейклшот Убили по фасту Рубика Никого не потеряли А потом Раз раз От пуджа Рожки до ножки Вообще Пуджу конечно БКБ Прям невероятно Жестко необходим Иначе Это борода Он сам себя убивает Под этой аурой Еще сильней И при этом У него нет Никакого худа Никакой пайпы То есть Он получает Огромное количество Дэмэджа Тупо вот Врубая Вот эту абилку Он ее даже Не промаксил Еще Чисто Из-за того Что нет смысла Он сам себя Убивает В ней Больше чем То есть Наносит себе Больше чем врагу Какой смысл Эту абилку Максить Поэтому начал Пассивочку Качать Вот БКБ Появится Тогда будет Все Совсем По другому Но БКБ Нужно еще И дофармить С экономикой Да Вот они Эмпайр Которые Действуют Совершенно верно Они просто Напросто Не идут На рожон Не лезут На рожон Увеличивают Своё преимущество Вот Один файт У них Довольно Криво прошел Конечно Но все же Особо Это на экономику Не повлияло Просто Вот Реально Буджу Не хватает Одного Ключевого Атема БКБ И все Будет Уже Совсем По другому Да и Здесь Уже Сайлент Близится К Хексу Может В Тимой Торпсе Сейчас Купить Или что А Гем Принес Его Интересно Это Габлак Купил Гем Габлак Прикупил Гем Сейчас Можно Сломать Все Варды Скоро Появится Еще Один Рошан Подготовить Так сказать Почву Под Рошана Дезолятор Уже Утем Пларки Эти-то Ребята Осторожно Фармят Кто-то Фармит Кто-то Нет А там Все Фармят Поэтому В том И разница 2300 Скоро Будет БКБ Каос Найт Конечно Такой Прям Прямо Скажем Не Очень Полезный В силу Того Что Просто Вот Этот Парень Очень Противный Герой И Он Вроде Как Более Менее Шмотки Имеет За счет Этого Под Тауером Имея Территориальное Преимущество Они Еще Вроде Как Держатся Вот Когда Пуджа Появится БКБ Здесь Появится Хекс Там Уже Все Будет По другому Ну Тут Тоже Появится БКБ Но Это По моему Как То Черт Знает Клоны Конечно Крутая Штука Может Быть Это Тоже Зарешает Так Тауэр На пару Хитов Не Стал Конечно Опасно Тиммейтов Рядом Нет Подставляться Что там Кстати У Рубика У Рубика Форста Фарканы Больше Ничего Путевого Здесь Аганим Делается Не знаю Как Скоро Он Его Соберет Соберет Либо Вообще В этой Игре Но То Что Каус Найд С БКБ Это Факт Путж Да Вот Видно Как Тяжело Путжу Фармить Казалось Там Ему Оставалось Совсем Немного Свиток На фарм Он Его Уже Фармит Черт Не знает Сколько Времени Ему Коразо Сложнее Но Вообще Если Виспар За него Цеплялся Просто Виспар Себе Тоже Шмотки Делает У него Тут Тоже Набор Атемов Довольно Таки Неслабый Ради Одного Крипа Пришли Могли Были Дождаться Че Буд Ага Кеос Найт СБКБ Не Очень Хороший Вариант Балва Ну Он Лес Есть Что 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 За Проблема В чем Проблема Пойти И убить Вот Этих Ребят Вот И БКБ Есть Отлично И Рошан Появляется И Хекс Тут Скоро Должен Быть Если Уже Не Собран Нет 3700 Но Он Может Купить Так Нет Стоп Что Я Говорю Тут Утиматор Нужен Нет Еще Еще Прилично Еще Штукарь Скандала На Байбэк Даже На Всякий Пожар Не Есть Так Опять Он Думает Перед тем Как Забрать Аегис Так Тит Тигнетос Дождались Пока Рошана Убили И Теперь Вне Базы Если Их Поймают Будет Очень Хорошо Виномансер Буквально За два Удара Должен Здесь Падать Отхилился Смеказма Нужно Убить Не Получилось Убить Виномансера Томбу Быстро Разорвали Зомбаря Нужно Добить Хорошо Зомбик Тоже Минус Фоджет Попадает Под фокус Фоджет Отъезжает Ну вот Он Путш С БКБ Иди сюда Родной Хук Хук Раз Десять Отменил Но все Таки Не попал А вот Что нужно Скандалу Прыгнуть И сделать Один Хит Он Это Делает Минус Четыре Джи Пишут Дигнетос Они Понимают Что здесь Просто Напросто Эмпайр Победу Им не Отдадут Единственная Надежда Была Наверное На победу Это то Что Получится Где-то На халяве Где-то Как-то Может быть Софейлет Эмпайр Но Дигнетос Убедились В очередной Раз Что фейла Не будет Халявы Не будет И проще Начать Новую Не затягивать Эту Один Ноль В пользу Эмпайр